Расскажи о языках программирования, которыми ты владеешь. Я начал работать удаленно. Как ты искал эти работы? Когда ты откликнулся на тысячу вакансий, то вероятность того, что ты найдешь, примерно 100%. Я проверяю, и оказалось, что чемоданы я зря собрал. Меня зовут Роман Пушкин. Я программист из города Сан-Франциско. Тут я про себя написал. Основатель Руби-школы, CEO, CTO тех нон-профита, автор книги, пока одной, но самой лучшей, как я считаю, по программированию. Евангелист и популяризатор программирования. Человек, который прокачал свой гитхаб-аккаунт до 4,5 тысяч звезд. Отец русской демократии. Жнец и жрец, и на дуде игрец. А что это значит? Смотрите это видео до конца, и вас там ждет небольшой подарок. Ты получил грин-карту. Как ты искал работу? Ты приехал сюда и здесь стал искать работу, или ты удаленно ее начал искать? Я начал искать работу за два месяца до отъезда. И за месяц я ее нашел. То есть я ее искал там. И приехал. Я приехал в Сан-Франциско именно потому, что я нашел работу в Сан-Франциско. Если бы я нашел в Бостоне, я бы поехал в Бостон. Потому что для меня, что в Сан-Франциско, что в Бостоне, это было одно и то же. Да, здорово. Но они тебе помогли переехать, как-то компенсировали? Они мне немножко компенсировали. Не очень много, но... Ну, все равно приятно было. Дополнительный бонус. Тогда давай поговорим о твоем опыте работы здесь. О том, где ты сейчас работаешь, и о процессах. И, может быть, сравним... Все-таки ты поработал в Германии, и сравним эти процессы с немецкими. Да, я сейчас работаю в корпорации, в очень большой и известной, в очень старой корпорации. Она, кстати, немецкая. Так как я делаю небольшой product placement здесь, то я не могу называть имя этой корпорацией. Может быть, как-нибудь из следующих видео. И поэтому я не могу сравнивать эту корпорацию с корпорацией в Германии. Потому что это, в принципе, было практически одно и то же. Но когда я сюда приехал, я приехал не в корпорацию, а в стартап. Это был хелфкер стартап. И, в общем, я там проработал 5 месяцев. И в один прекрасный день нас всех уволили. 50 человек пошли на улицу. Нам там выплатили немножко заработанное. И мне нужно было искать новую работу. Кстати, моя первая зарплата в Сан-Франциско 4 года назад была 125 тысяч долларов в год. То есть я считаю, что это нормально для человека, который не имел прокачанный GitHub аккаунт, для человека, который не имел никакого опыта работы в США, и для человека, который по-английски говорил, ну, как бы, так, не очень уверенно, скажем так. А потом я нашел... Вторая работа у меня была уже на 126 тысяч. Не сильно ты ее увеличил. Да, я там проработал 3 месяца. А на третьей работе я попросил 150. Они мне дали 150. Я на них работал около года. И потом я перешел в другой стартап. И я у них попросил 175 или 176. Не помню точно. Вот. Там я тоже проработал. И сейчас я работаю вот в этой корпорации. Я у них, во-первых, попросил... Ну, понятное дело, что больше, чем 175. Когда я из этой корпорации уйду, я скажу, сколько. Вот. И, во-вторых, я... Они еще дают бонус кешам. И у них еще есть стоки. Поэтому там больше, чем... Да, да, я понимаю. Ну, потому что это, в принципе, корпорации. Они часто так делают. В любом случае, я вообще хочу сказать, что у тебя есть YouTube-канал, который ты... Он пока в стадии роста. Там 20 видео примерно. Да. Но я думаю, что можно... Я посоветую своим подписчикам подписаться на тебя, чтобы следить и узнавать информацию. Потому что, наверное, вряд ли мы будем делать там с каждым твоим продвижением по работе интервью. А ты будешь рассказывать о себе на канале. Хорошо. Но вот когда ты искал работу, как проходили твои собеседования? Ну, я знаю, мои подписчики знают, в принципе, весь этот процесс, да, что... Но как... Когда вот ты ищешь удаленно, как проходят вот эти... Что вместо онсайтов здешних? Когда ты ищешь удаленно... Удаленно в Америке, когда ты искал вот первую свою работу, как они тебя утвердили? Очень просто. То есть сначала это был созвон по телефону, какое-то техническое задание. Они мне сказали... Ну, я им объяснил всю ситуацию. Я им сказал, что я приезжаю в Америку. Вот я тот-то и тот-то. Они сделали технический скрин, как это называется. Реал-тайм. А потом они мне дали задание. Я его сделал. Задание потратил там где-то 20 часов. Но сейчас бы я этого не делал, потому что я уже крутой. Вот. А тогда я еще крутым не был. Вот. И я потратил 20 часов. Я сделал хорошо. И потом они созвонились со мной и стали задавать вопросы. И они сказали, отлично, мы тебя берем. Если сравнивать работу в Америке, работу в Германии, вот ты, ну, может, в Испании и в Азии, как ты работал, доволен ли ты тем, как сейчас, вот где ты работаешь сейчас и процессами? Ну, тут сложно сказать. Я, как бы, не люблю бинарность и не люблю говорить, что да, я доволен, или да, или нет, я недоволен. То есть везде есть свои плюсы и минусы. Америка – это не идеальная страна. И идеальной страны вообще не существует. Поэтому здесь можно измерять чем-то. Вот. Но для каждого человека это мерило разное. Кому-то важны деньги, кому-то важен, значит, американский бренд, кому-то важна свобода. Вот мне, как бы, важна свобода. Несмотря на то, что Америка – это, как бы, свобода, freedom и все такое, вот здесь как-то я себя не чувствую свободным. Но я не могу говорить за всю Америку, потому что я живу в Силиконовой долине, а это совершенно другая Америка. И сложно судить. Но для каждого человека это, как бы, разные вещи. Но я хочу сказать, что у меня есть план после Америки. Я поеду куда-нибудь отдохнуть на годик. Сейчас я не могу выехать, потому что я жду свой паспорт. И когда я его дождусь, я поеду на годик отдохнуть и подумать, значит, где мне дальше sell down. То есть это может быть Бали, скорее всего, или Испания. Предлагаю поговорить о твоей книге. Я знаю, что, ну вообще, что стало движущей силой для того, чтобы написать книгу. И о чем эта книга, самое главное? Я ее хочу показать, потому что на нее надо смотреть. Вот здесь у меня есть биндер, и в нем, значит, вот она книга. Я ее распечатал на принтере. Здесь почти 300 страниц. То есть она выглядит вот, ну, довольно она... Да, внушительная. Довольно внушительная. То есть здесь... Как том «Войны и мира» приблизительно. Да, я ее продаю. Вы можете зайти на мой сайт. Ну и ссылочку в описании мы тоже оставим. О чем эта книга? Это книга по программированию на Руби для начинающих. Дело в том, что вот этот бесплатный курс, моя социальная миссия, которую я несу в массы, улучшаю жизни людей и простых людей. На сайте есть отзывы. Курс совершенно бесплатный. Каждому доступен. И он был бесплатным 4 года, и сейчас он остается бесплатным. Но я, так как курс уже немножко устарел, возникла необходимость записать новый курс. И я начал с книги. Я решил написать книгу. И, значит, в эту книгу заложить свой опыт, полученный за долгие годы по программированию на Руби. То есть там весь мой опыт сжатый вот в одну книгу. Я считаю, что здесь 78 различных заданий. И для начинающих будет очень полезно, очень полезно по ней заниматься. А если вы не хотите покупать, то есть бесплатный курс. Бесплатный курс тоже прошло много людей. Намного больше людей, чем купили эту книгу. Вот, то есть сейчас в чате там около 800 человек. И курс реально помогает. То есть люди пишут, что я хотел стать программистом, я не знал, с чего начать. И вот, например, один из последних отзывов. Человек был фермером до 35 лет. И он начал заниматься программированием. И он мне написал, говорит, мне сейчас 37, и я работаю уже более года на фрилансе. То есть ученик научился, он из Питера, научился, значит, освоил программирование, пошел на фриланс и работает успешно на фрилансе. То есть те программисты, которые не могут найти фриланс, могут брать пример вот с этого ученика. То есть у него был опыт около года. И, скажем так, опыт, не было какого-то опыта в реальных проектах. Он просто применил свой опыт, полученный из курса и из разных других источников. И я посмотрел на его Upwork аккаунт, и он там заработал, в общем, ну, он работает не фулл-тайм, как я понял, но он более 20 тысяч долларов за год заработал. То есть для человека, который только что начал, для человека из России это отличные деньги, отличный старт. Да, да. Но у меня вопрос еще такой. Наверняка ты сам прочитал множество книг по программированию, по различным языкам программирования. И сам написал книгу. И ты наверняка знаешь что-то больше, чем мы все, о том, как стоит читать книги, как они должны быть устроены, может быть, о том, как проходить курсы, поскольку ты и автор курса. Вот расскажи об этом. Ну, у меня есть две любимые книги. Первая книга — это «Elegant Objects» от Егора Бугаенко, который достаточно известный человек, и он живет здесь, в Палу-Альто. Это книга про объектно-ориентированный подход. Он выпустил три книги, вот две по программированию, и еще одна про блогинг. Вот эти все три книги у меня есть, я надеюсь, что я автограф его как-нибудь получу. Так что «Elegant Objects». Я записала себе список будущих героев его. Вторая книга, которую я рекомендую прочитать всем программистам, это «Шинель Гоголя». В общем, почему? Потому что программисты очень часто гонятся за деньгами. Я считаю, что я не хочу никого осуждать, просто вот эта вечная крысиная бега, вечная погоня за деньгами. И Америка как бы, она подталкивает немножко человека в эту сторону. И нужно, я считаю, что нужно делать, точнее не делать, а нужно жить как-то более осознанно. И многие программисты, они загоняются. Дом, кредиты, значит, погоня за деньгами, карьера. И потом в конце как-то смотришь, и вся жизнь, она вот как просочилась у тебя сквозь твои ладони. Я считаю, что нужно ловить какой-то фан от того, что ты делаешь. И, кстати, вот эта книга, она называется «Руби для романтиков». А на английском языке, я ее сейчас перевожу на английский язык, она называется «Ruby is for fun». То есть надо ловить фан от того, что ты делаешь. И не только работать на дядю и ходить в офис, а что-то делать свое, делать какие-то стартапы, что-то, значит, нести в массы, как-то менять этот мир. Вот я, например, со своим проектом «Libertaxi» — это не product placement, это non-profit. С этим проектом Ричард Столман мне написал, и я давал интервью НТВ, радио «Серебряный дождь», радио «One Canada» и разные онлайн-издания. То есть это как бы что-то такое интересное, как бы интересная игрушка, которая не только является строчкой в моем резюме, но и несет какую-то социальную миссию. И это как бы вот резонирует, когда у тебя немножко резонирует, то это хорошо, так и должно быть, вот так надо жить. Ну, я считаю так. Ну, спасибо в любом случае, что ты привнес такую философскую нотку в наш разговор. Обычно он сугубо технический или о жизни такой, но да, это очень полезно. Вот давай поговорим о веб-программировании. Непосредственно ты все-таки в этом профи, да, и расскажи вот свой взгляд на, точнее поделись вот прогнозом на веб-программирование на ближайшие сто лет, допустим. Прогнозы давать сложно. Я могу дать единственный верный прогноз, который заключается в том, что если вы программист, то вы будете всегда учиться. и это будут и языки программирования, это будут разные фреймворки. А что будет с вебом? Ну, мы видим, что веб развивается. Куда он придет? Посмотрим. Сложно сказать. Некоторые люди точно знают, я говорю, я не знаю, мы увидим. Вот смотри, лет сто назад слесари были высокооплачиваемыми специалистами. Сейчас программисты, высокооплачиваемые специалисты, слесари стали достаточно дешевой профессией. Как считаешь, случится ли так с программистами? Раз уж мы зашли в степь философии какой-то, то давай продолжим ее. Да, я вот однажды считал, что какое-то время я считал, что с программистами будет то же самое, потому что искусственный интеллект, идет и скоро он нас всех захватит. Но потом как-то на работе я начал отлавливать очень простой баг. Я потратил на это дня три, наверное. И я пришел к выводу, что у программистов всегда будет работа, никакой искусственный интеллект с этим не справится. поэтому нам волноваться не о чем. Вот этот кусок, точнее, вот этот пирог растет, вот он становится все больше, экономика меняется, на программирование что-то там, бизнес-процессы на программирование завязываются все больше. И я считаю, что это никуда не денется. Например, если раньше в каком-нибудь там, скажем, городе России люди приходили и сидели в очереди, то сейчас там существует какая-то электронная очередь. То есть экономика, она немножко изменилась, мы экономим деньги, программисты позволяют экономить деньги государству. И это все меняется и как бы вот так обрастает, наслаивается. Я считаю, что программист это профессия, ну, это звучит банально, но это профессия будущего. У меня все-таки в продолжении этой темы вопрос касательно вот технологий. Какие стоит, на твой взгляд, технологии изучать? Объясню, почему. Недавно вот как раз-таки про программистов, про artificial intelligence, который, может быть, заменит какие-то профессии. и, значит, смотрела ролик на TED, и там говорилось о том, что, ну, просто человек рассказывал о том, свое мнение, какие профессии будут заменяться искусственным интеллектом. И это в основном профессии некреативные. И ведь какая-то часть программирования, это тоже, там, или тестирование, это тоже некреативная часть. То есть нужно быть креативным программистом, чтобы в будущем быть востребованным, правильно? Чтобы тебя и роботы не заменили. Как ты считаешь, вот кто такие креативные программисты, которые будут востребованы в будущем? Мне очень понравилось определение креативный программист. Я думаю, что я вот в резюме у себя напишу, что я creative programmer. Да, но это ты понимаешь, к чему, наверное, я, да? Что это тот, кто создает что-то новое, не тот, кто на каком-то бэкграунде, на какой-то дате он может решить какую-то проблему. Это что-то, это тот человек, который решает новые проблемы, с которыми никогда никто другой не сталкивался. Да, но здесь как бы можно думать вглубь или вширь. То есть вглубь, если вы думаете, то это дальше идет machine learning, и когда ты делаешь все все более сложную интеллектуальную работу. А вширь, это когда ты занимаешься какими-то стартапами. И берешь какие-то идеи, пробуешь как бы их реализовывать, смотришь, есть ли traction, идет это или не идет, и пытаешься двигать. Вот я сейчас как бы иду вширь. У меня есть идея коммерческого проекта, я над ним работаю, и в дальнейшем я просто пойду в какой-нибудь стартап-акселератор. Сейчас я как бы реализовал, у меня есть POC, но стартап-акселератор нынче нужно идти, когда у тебя продажи есть. То есть раньше можно было прийти с идеей, потом можно было прийти с технической реализацией, сейчас нужно чтобы у тебя была идея и реализация, и какие-то продажи. сейчас вот я пойду в этот, продам что-то хотя бы, чтобы у меня были кастомеры мои, и уже пойду в акселератор. То есть это вот движение вширь. И креативный программист это вот как раз программист, который что-то берет, какую-то идею, реализовывает ее, смотрит, как она получается, и вот дальше уже что-то это невозможно заменить никаким искусственным интеллектом, потому что здесь люди, человеческие факторы. В начале интервью ты назвал себя популяризатором программирования. ты не боишься конкуренции? Ну вот все-таки сейчас, как я сказала, очень многие стремятся в программировании, в основном, конечно, из-за денег. Многие даже там не желая, не заинтересованы в профессии. Вот почему ты популяризируешь эту профессию? Ну вообще, во-первых, как-то исторически сложилось, я не хотел этим заниматься, но потребовались деньги, и один мой друг сказал, научи меня программированию, и я всех научил. А потом я выложил насчет курс бесплатный, и вот он был почти 4 года бесплатно в интернете лежал, ну не 4, там 3 получается, и мне, в общем-то, не особо выгодно популяризировать, с одной стороны, потому что я сам являюсь программистом, и мне не нужны никакие конкуренты. Но с другой стороны, я понимаю, что есть пацаны в России, которые в общем в каких-то там городах сидят, и у них нет выхода на другой уровень, то есть они там где-то ходят на заводы, что-то там на каких-то стройках работают, что-то пытаются продать там где-то, вот, и у них нет выхода на другой уровень, вот, я просто стараюсь вот для этих пацанов, вот, нести им эту мысль, вот, ребята, давайте заходите и смотрите мой курс, и может быть у вас есть талант. Почему я это делаю? потому потому что я помню, что когда я был маленьким, там 8-10 лет в Егорьевске, нас было много пацанов, и мы ходили по школам, по этим классам с компьютерами, там у нас в карманах были дискеты разные, мы что-то там копировали, у нас не было возможности себе домой компьютер купить, и я понимаю, что если бы тогда у меня не было возможности заниматься компьютерами, то сейчас я бы у меня была бы другая жизнь, я работал бы где-нибудь на стройке и скорее всего принадлежал бы другой социальной группе населения, поэтому я как бы вот хочу стараюсь для обычных пацанов, скажем так. Респект тебе от обычных пацанов. Спасибо за интервью и напоследок скажи о своих планах, я знаю, ты уже озвучил, что ты хочешь заниматься стартапом, ты будешь также популяризировать программирование, но может быть у тебя есть еще какие-то особенные планы? Планы служения гуманистическим идеалам человечества, хочется сделать что-то что-то хорошее и большое, я думаю, что ты уже очень близко к этому, ты уже делаешь что-то большое, важное. И тут у нас... Да, и кстати, вот этот инструмент, с которым ты пришел, что это такое? Многие, наверное, задаются вопросом, что же это такое. Вот когда у нас значит скрам, когда я скрам-мастер, я всех приглашаю на скрам вот с помощью этого инструмента. это называется диджериду. Очень просто научиться на нем играть. То есть где-то на дня три занимает процесс как бы извлечения звука, научиться этому. Ну и месяц, чтобы научиться как бы правильно дышать. Вот и звучит он примерно вот так. похоже на что-то что-то такое как будто как в бьюртах звучит. Спасибо тебе за такую нотку развлекательную в конце. Я желаю тебе совершения всех твоих планов. Спасибо. Желаю чтобы твоя книга продавалась на ура. Это тоже очень важно. Ну и спасибо тебе за то, что ты вдохновляешь многих людей приходить в программирование. Моего канала особенно большое спасибо, потому что мне нужны герои. Еще раз спасибо. На этом все. Спасибо, дорогие друзья. Счастливо. И не забывайте заглянуть в описание к этому видео, где вы найдете много полезных ссылок от Романа на его книгу, на его курс и на его YouTube-канал. На этом все. Встречаемся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok